Всем привет, ребят! Меня зовут Игорь Исаченко, с вами сайт Исаченко.biz. Сегодня отвечаю на вопрос подписчика, который касается рендера волос AirSystem Corona. Итак, давайте начнем. Собственно, в чем заключается проблема? Давайте для начала создадим какой-то объект в нашей сцене, да, сделаем в нем чуть больше сегментов, поставим отображение сетки, преобразуем этот объект in Positable и немножечко его растянем. Прекрасно. Перейдем в режим работы с полигонами. Давайте перейдем в режим верхнего вида. Возьмем инструмент Rectangle Selection и выделим верхнюю часть наших полигонов. Отлично. Теперь добавим сюда волосы. Simulate Hair Objects at Hair. Прекрасно. Давайте сейчас перейдем в настройки Guides, они у нас открыты по умолчанию наших волос, и переключим Root, да, это рост наших волос из полигон-вертекс, из точек в полигон-центр. Вот так. Отлично. Итак, как мы видим, у нас уже здесь есть какой-то материал для волос, да, он должен просчитываться, с его помощью, собственно, мы обычно и настраиваем волосы, и как бы все должно быть окей. Но давайте переключим наш движок рендера из стандартного в корону. Hair Render у нас стоит включенный, да. Я только сделаю чуть побольше разрешения, 9600, чтобы было лучше видно. Прекрасно. Теперь добавим какое-то простейшее окружение, потому что по умолчанию в Corona Render включен GI, и ему обязательно нужны какие-то источники света. Мы добавим этот источник HDRI, заходим в Create, Shader, Corona, выбираем стандартный материал, и переходим в его настройки. Называем, например, Sky, и в канал Diffuse мы просто подгружаем необходимую нам HDRI-карту. Отлично. Теперь создаем объект Sky для окружения в нашей сцене, и эту HDRI-карту перетаскиваем сюда. Сейчас мы ее немножко поднастроим, чтобы можно было видеть больше неба. Ну, как-то вот так вот. Прекрасно. И нажимаем на просчет. Посмотрим, что у нас получится. Как мы видим, наши волосы не рассчитываются. Это происходит потому, что корона, рендер-движок короны не поддерживает Hair Render. Как это решить и что с этим делать? Во-первых, удаляем материал. Волос он нам совершенно не нужен. Создаем новый материал в короне. Заходим опять в Create, Shader, Corona, Stand. Прекрасно. Давайте назовем его Grass. Это будет, например, наша трава. Сделаем его какого-нибудь такого легкого зеленоватого оттенка. Отлично. И теперь для того, чтобы просчитать наши волосы, нам к ним нужно просто добавить геометрию. Каким способом это сделать? Во-первых, давайте нажмем на Play, чтобы видеть какую-то более такую симпатичную форму. И зайдем в Hair, перейдем в настройки Generate. Генерировать. Здесь у нас есть настройка Type. То есть, если мы развернем здесь список, мы будем видеть, что на самом деле мы можем генерировать из волос множество всяких объектов. Это сплайны, это единые объекты, это геометрия, состоящая из треугольных полигонов, из квадратных полигонов, это инстансы. То есть, вкратце расскажу, если мы выберем, например, Instance и подставим сюда какой-то объект, то, соответственно, этот объект будет расти вместе с каждой нашей направляющей. Но, в данный момент нас интересует Square. Это геометрия на основе волос направляющих, состоящая из квадратных полигонов. Прекрасно. Теперь давайте на объект Air мы перетянем нашу текстуру. Мы видим, что у нас появились волосы в сцене. Они даже покрасились в нужный нам оттенок. И теперь давайте нажмем на Render и посмотрим, настроим камеру, чтобы было красивее. И посмотрим, что у нас получается. Итак, прекрасно. Вот мы и получили наши волосы. Собственно. Завершаем просчет. Можем выходить из Picture Viewer. Естественно, работа с геометрией нагружает машину гораздо больше, чем если бы вы работали просто с направляющими, и просто с системой волос, как вы привыкли это делать, например, в родном рендере или в физическом рендере Cinema FD. Но здесь выход вот такой. Еще один вариант пригодится вам в том случае, если вам необходима какая-то тонкая подстройка толщины волос. Поскольку раньше мы это делали через материал Hair, в Corona Render у нас нет такой возможности. И поэтому здесь вместо Type Square мы можем использовать сплайн. То есть мы сразу видим, сколько у нас появилось направляющих сплайнов. И если мы теперь подставим какой-то базовый сплайн, сделаем его, например, Circle, сделаем его очень маленького размера, например, 0,2 см. И используем модификатор SweepNurbs. Перетянем сюда Circle и перетянем сюда же наш Hair. Да, то с помощью настроек самого SweepNurbs мы сможем регулировать толщину волос на окончании наших направляющих, толщину роста волос в начале наших направляющих. Но сразу хочу сказать, как вы видите уже по состоянию моего вьюпорта, эти настройки очень тяжелые. И вот у меня на 8 гигабайтах оперативной памяти вьюпорт уже синема начинает подтормаживать. То есть пользуйтесь этим с осторожностью. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать, каким образом можно просчитать волосы с помощью Corona Renderer. На этом все. Задавайте ваши вопросы. Не забывайте про форум на моем сайте. Всего доброго. До следующих уроков. Пока.